Вечерний эфир ТСВ продолжает экспертное мнение. В студии работают Светлана Мартынюк и Алена Чернявская. Приднестровской медицине предстоит оптимизация. Об этом говорим сегодня. С нами на связи министр здравоохранения Кристина Албул. Добрый вечер, Кристина Валерьевна. Вот первый вопрос. Почему подняли тему оптимизации именно сейчас? Потому что на сегодняшний день система здравоохранения находится в таком положении, что мы обязаны что-то сделать. Мы отмечаем на протяжении последних нескольких лет, а в этом году особенно, отток кадров. И на сегодняшний день эта ситуация усложняется в связи с тем, что работать в некоторых лечебных учреждениях, в отделениях просто некому. Врачи работают с определенной нагрузкой. Это нагрузка больше, чем даже две ставок, которые не разрешаются работать по трудовому кодексу. Поэтому на сегодняшний день будет принято решение по оптимизации. Что означает оптимизация? Это означает, что свернут часть стационаров, часть больниц в городах. Полностью их закроют? Нет. Оптимизация не предполагает закрытие лечебных учреждений. Это предполагает сокращение коек, которые на сегодняшний день не используются вообще. Мы провели анализ, начиная с 2018-2019 года. Мы не затрагивали два года ковида, потому что это не совсем целесообразно провести анализ к коронавирусной инфекции. Провели анализ в этом году. У нас койки используются на 50-53%. То есть практически 4-6 месяцев койки находятся в простой и в целом по системе здравоохранения. Поэтому оптимизация предполагает не закрытие больниц, а только сокращение пустойщих коек. Ну вот, например, в Григориополе есть. Мы хотим взять городскую больницу в Григориополе как пример. Там есть здание роддома, которое, если не ошибаюсь, в 2019 году там провели ремонт. Неплохое. Там очень хорошее здание как раз, обновленное. Например, что с этим помещением будет, если решат расформировать роддом в Григориополе? Ну, хочу сразу сказать, что действительно решение по роддому и педиатрическому отделению на базе Григориопольской больницы не принято. У нас есть поручение. Мы работаем над оптимизацией в этом лечебном учреждении в том числе. Поэтому говорить, что будет на этих площадях, если вдруг роддом закроется, здесь будет, конечно, на усмотрение в первую очередь руководителя. Возможно, это будут размещены другие отделения соматические. Возможно, это будет, как мы предлагали на совещании на площадке президента, койки для оказания паллиативной помощи пациентам, неизлечимо больным, которые нуждаются в медицинском уходе. Я знаю, что по такой же практике, возможно, пойдут и в Днестровске. Там есть отделение хирургии. И вот как один из вариантов там рассматривают сделать там интернат, как раз помощи пожилым людям, инвалидам. И вот, как вы сказали, паллиативная помощь. Правильно? Да, мы предлагали открыть центр паллиативной помощи для неизлечимых больных, которые нуждаются в уходе на тех площадях, которые освобождаются на базе лечебных учреждений. Потому что эта тема достаточно актуальна на сегодняшний день. Таких центров и отделений на территории республики нет. А, естественно, есть такая потребность. Кристина Валерьевна, что касается трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Мы знаем, что это сейчас успешно работает в плане оказания акушерской помощи. И медики говорят о том, что нужно усилить первое звено. Что это значит на примере конкретного села? Нужно, чтобы было больше терапевтов, врачей, участковых, гинекологов? Или будем обходиться тем, что есть на данный момент? Что касается трехуровневой системы оказания медицинской помощи. У нас есть практика работы в части акушерской гинекологии. Уже на протяжении 10 лет это работает система на территории нашей республики. И она дает свои положительные результаты в части качества оказания медицинской помощи. Что предполагается на первом уровне? Это то, что вы затронули тему ФАПов, СЭВА и поликлиник. Это оказание определенного объема медицинской помощи на уровне первичного звена. То есть ФАПов, СЭВА в сельской местности, в поликлиниках по городам и районам. Это первичное обращение пациента, направленное на профилактику, на раннее выявление. То есть это те лечебные учреждения, на которых будет основываться диспансеризация населения. То есть профилактика и раннее выявление. То, о чем говорят, что лучше предотвратить, чем лечить. Да. Ответственность большая будет на этих врачах. Нам необходимо сейчас укрепить первичное звено. Что это значит? В основном в сельской местности работников, медицинских работников сейчас нет. То есть недостаточно как врачей, так и фельдшеров, которые работают в фельдшерско-акушерских пунктах. Поэтому как раз в рамках вот этой оптимизации те сотрудники, которые не смогут работать в стационаре по причине сокращения того или иного отделения, предлагается их перенаправить на уровень первичного звена, где они будут работать. При этом Минздрав берет на себя обязательства по переподготовке или перепрофилированию тех или иных специалистов за счет республиканского бюджета. Вот это усилить, укрепить первичное звено. Есть ли там еще один из пунктов расширить дневные стационары в поликлиниках, где это необходимо, возможно? Мы на протяжении уже нескольких лет активно работаем над тем, чтобы создавать койки дневного стационара в каждой сельской врачебной амбулатории или в поликлинике. И в принципе такая тенденция наблюдается практически во всем мире, в странах постсоветского пространства. Мы изучали этот опыт. И сейчас мы продолжаем работать над тем, чтобы это количество коек или количество дневных стационаров расширить, увеличить и сделать доступный этот вид оказания медицинской помощи. Чтобы не госпитализировать пациента в стационар, просто для того, чтобы сделать какие-либо инъекции или манипуляции. А достаточно оказать медицинскую помощь на уровне дневного стационара, провести те или необходимые манипуляции, и пациент идет спокойно домой. То есть я правильно понимаю, что в селе бабушка по направлению своего фельдшера поехала в город, в районный центр. Там провели обследование УЗИ, врач назначил какие-то капельницы или уколы. Она едет к себе обратно домой и каждый день утречком приходит на капельницу. Лечение получила, пошла домой. Да, но в ФАПах не предусмотрены дневные стационары, они предусмотрены в сельских врачебных амбулаториях и в поликлиниках по городам и районам. Там, где есть и специалисты, то есть врачи, где можно оказать неотложную медицинскую помощь. Если высокотехнологичная помощь будет сконцентрирована в центре, в больших городах, скажите, не приведет ли это к тому, что больше будет тратиться средств на доставку больных, чем на их лечения в стационарах на местах? Хочу сказать, что уже сегодня крупные лечебные учреждения, сейчас речь идет о республиканских лечебных учреждениях, они оснащены необходимым оборудованием для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. И уже сейчас, на протяжении вот этих двух лет последних, у нас есть уже опыт работы и транспортировки пациентов, которые нуждаются в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Ведь на сегодняшний день нет смысла закупать в каждом районе лапароскепическую стойку, учитывая ее дороговизну, когда она не будет использоваться в полном объеме или у врача нет опыта. Поэтому уже на протяжении нескольких лет мы работаем в рамках такой трехуровневой системы или трехступенчатой системы, когда при наличии пациента и при наличии медицинских показаний к проведению высокотехнологичной медицинской помощи пациент, осуществляется его транспортировка в республиканское учреждение, где проводится этот вид медицинской помощи, то есть переводится пациент из одного лечебного учреждения в районе в республиканское. Поэтому так мы работаем. И, в принципе, на протяжении этих лет это дало свои результаты в части оказания именно качественной медицинской помощи именно на территории нашей республики, когда не нужно направлять таких пациентов за бредем. Да, или кроме экономии денег есть и другие аргументы этого решения? Первый аргумент – это в первую очередь качественная медицинская помощь, которая оказывается именно на уровне республики. Второе – это квалифицированная медицинская помощь, потому что есть специалисты, квалифицированные с современным оборудованием именно в этих центрах, в крупных центрах республиканского уровня. Что касается транспортировки, я думаю, что затраты на тот же бензин или на горючий смазочный материал и сама транспортировка – это меньше затрат, чем лечение пациентов с осложнениями или лечениями по запределам. Я вот хочу в тему про расстояние и доставку пациентов рассказать пример, который вот в ходе подготовки сюжета на эту тему. Вот мне рассказали врачи, что в Норвегии идет один крупный роддом, перинатальный центр на 200 километров. Такая обеспеченная страна, и они не могут себе позволить строить роддомы чаще, чем вот… То есть, учитывая наше расстояние, у нас, по сути, должно быть два каких-то основных центра, и туда пациенты должны попадать. Но при этом есть в деревнях и в городах другие… Ну, просто вот врачи, которые оказывают первую помощь. Правильно ведь это будет работать? Которые ведут этих пациентов на протяжении всей беременности. То есть, так как это у нас сейчас работает, в каждом городе и районе, в поликлиниках или в тех же сельских врачебных амбулаториях ведут беременных на протяжении всей беременности. И уже в случае наличия какой-либо патологии или каких-либо рисков, которые ожидает врач, скажем так, или прогнозирует врач, такая пациентка либо госпитализируется раньше на определенный уровень, или если это физиологические роды, то она же рожает в ближайшем родильном доме в зависимости от территориальной расположенности этого лечебного центра. А что касается современного оборудования? Вот мы знаем, что во время пандемии закупили в том числе КТ, аппараты для компьютерной томографии. Что с ними теперь будет после оптимизации? Их отправят в Тирасполь, в республиканскую больницу, либо они останутся на местах? То оснащение, которое было закуплено и которое будет использоваться и в дальнейшем, несмотря на оптимизацию, оно останется в тех лечебных учреждениях, где сейчас и функционирует. Если говорить о компьютерном томографии в Дубасарах и в Слободе, то, конечно же, эти аппараты будут продолжать работать, потому что стационары мы не закрываем, они работают и должны оказывать диагностическую помощь населению данного района, или это нескольких районов, которые закреплены за этим лечебным учреждением. Вот мы когда тоже говорили во время пандемии об этих аппаратах компьютерной томографии, говорили о том, что для нормальной работы нужна вот постоянная загрузка. Во время ковида она была обеспечена. Не будет ли сейчас, что вот, как у нас есть простаивающие койки, да, половина больниц пустует, стационаров, так и с КТ, не получится такой ситуации? Пока мы этой ситуации не наблюдаем... Есть востребованность, да? Да, есть востребованность, это первое. Во-вторых, не нужно забывать, что после пандемии достаточно большое количество пациентов, которые обращаются на этапе реабилитации с какими-либо осложнениями, им необходимо провести диагностическое исследование в виде компьютерной томографии для определения или установления диагноза, подтверждения данного диагноза. Я еще хотела поговорить о транспортировке, вернуться к этому вопросу. Что у нас с оснащением станций скорой помощи? Не понадобится ли их усиливать персоналом, машинами? Как с этим в районах ситуация обстоит? У нас достаточно развитая оснащена служба скорой медицинской помощи. Практически, не практически, а в каждом районе у нас есть либо станция, либо отделение, либо центр скорой медицинской помощи. Машины в каждом районе в достаточном количестве имеются в наличии. За последние пять лет было приобретено 19 машин скорой медицинской помощи за счет республиканского бюджета в рамках фонда капитального вложения. Плюс была оказана гуманитарная помощь обществом с ограниченной ответственностью Шериф. Вы помните, что было поставлено на территории республики 20 машин, которые были распределены между лечебными учреждениями. В большей степени нас беспокоят не машины. Машины можно приобрести, хотя их сейчас в достаточном количестве. Больше беспокоит этот факт, что нет сейчас кадров, которые обеспечили бы работу этой машины. То есть недостаточно бригад, и особенно эта ситуация в районах ощущается, особенно в Рыбницком районе, где бригад недостаточно уже на протяжении вот этих последних двух лет. Врачи и бригады скорой медицинской помощи, где работают не только врачи, но и фельдшера, их недостаточно, и работают 100% нагрузкой. Скажите, но одна из целей оптимизации, возможно, это как раз привлечение кадров, решение кадровой проблемы? Да, может быть. Решение кадрового вопроса. Да, потому что планируется перенаправить тех врачей, которые не будут работать в стационаре, либо в поликлинике, то есть, как мы говорили, на первичное звено, либо на станции скорой медицинской помощи, где врачи также могут осуществлять свою деятельность. Повторюсь еще раз. Очень важна переподготовка, перепрофилирование тех специалистов, которые сейчас есть. И у нас есть потребность для каждого специалиста, который есть сейчас в системе. У нас дефицит в среднем в год 300-350 человек. Поэтому есть место для каждого врача, для каждой медицинской сестры. То есть я стану не за обоза из работы, да? Да, никто не останется. Это радует. Да. Не проводили анализ, какое звено больше всего выпадает? Это младший, средний медицинский персонал или все-таки врачей? Или какой процент сейчас высвободится за счет того, что проведут оптимизацию? Или это все очень сложно пока оценить? Еще, во-первых, мы не сможем сейчас уже на данном этапе сказать, какой процент освободится или насколько мы восполним кадровый дефицит. Потому что сейчас есть поручение руководителям лечебных учреждений предоставить паспорт каждого лечебного учреждения, какие объемы и какие именно медицинские услуги будут оказываться каждым лечебным учреждениям на первом, втором и третьем уровне. После этого руководители лечебных учреждений будут разрабатывать штатное расписание. И только после этого мы сможем сказать, освобождаются ли какие-либо места и насколько мы восполним наш дефицит кадров. Вот мы говорим о том, что самое главное – это улучшить качество медицинской помощи. На это направлена оптимизация. Скажите, как это будет заметно? На уровне заболеваемости, на уровне смертности или по жалобам пациентов? Или вот сейчас как можно оценить? Насколько успешно? За счет чего произойдет улучшение качества оказания медицинской помощи? Ну, конечно же, это в первую очередь показатели заболеваемости и показатели смертности. Да, в целом показатели по заболеваемости снижаются, если мы не говорим о коронавирусной инфекции. Снижаются показатели смертности по нозологиям. Это, конечно, основные показатели. Но необходимо обратить внимание на то количество жалоб и обращений, которые поступают как в адрес администрации президента, правительства, в адрес Министерства здравоохранения и в сами лечебные учреждения. Таких жалоб действительно становится меньше. И очень часто, мы уже отмечаем в последний год, что часто пациенты не жалуются на качество оказания медицинской помощи или плохое питание, а как раз выражают слова благодарности врачам и всему медицинскому персоналу за то, что они делают самодачи, которые они оказывают эту медицинскую помощь. Поэтому такие слова благодарности приятно получать и слышать от наших пациентов. Не только в день медицинского работника, а вообще в каждой дневной работе. Кристина Валерьевна, я хочу вернуться к примеру нашей трехуровневой системы на примере Центра матери и ребенка. Я знаю, что там этот опыт, да, вы уже говорили о том, что он более 10 лет, это все работает. И вот там как раз есть, вот мы сейчас говорили о качестве здравоохранения, как можно это пощупать, понять. Как, я так понимаю, что там уже есть результаты, о которых можно говорить, да, это касается перинатальной смертности и материнской смертности. Я знаю, что есть цифры, которые уже говорят о каких-то результатах. Я понимаю, что этот опыт будет пытаться перенести на другие сферы медицины. Да, мы именно этим опытом хотели и поделиться. В принципе, когда планировали трехуровневую систему оказания медицинской помощи среди детского населения, потому что у нас сейчас уже разработан утвержденный приказ, что касается трехуровневой системы оказания медицинской помощи среди взрослого населения. Мы опирались именно на наш опыт, тот, который есть. И он, еще раз повторюсь, дает свои результаты. Те показатели, которые вы озвучили, материнская смертность, которой нет на протяжении нескольких лет, или перинатальная смертность, показатели, которые тоже снижаются, это как раз те показатели, на которые мы ориентировались в первую очередь. И сейчас в рамках обсуждения нашей оптимизации мы акцентировали внимание, что роддом должен быть в крупных городах и районах. То есть мы предполагаем, что должны функционировать три роддома в Рыбнице, в Бендерах и в Террасполе, где будет оказываться качественная, квалифицированная медицинская помощь роженице и ребенку. Есть практика, есть опыт других стран, есть опыт Российской Федерации, где стандарты говорят о том, что если род в течение года меньше 500, то такого роддома не должно быть. За счет низкого уровня квалификации специалистов, их опыта, не может врач принимать роды раз в 4-5 дней. Это всегда отражается на качестве оказания медицинской помощи, а в первую очередь это вредит здоровью и жизни матери и ребенка. Ну вот еще мы говорили с главврачом ЦМИРа о том, что вот эти как раз три уровня в акушерстве, первый уровень роддом, я вот была удивлена, но это первый уровень, это когда нет даже круглосуточного наблюдения и нет неонатолога. То есть это вот те элементы, без которого, мне кажется, сейчас невозможно представить роды, будь даже они вот стопроцентно физиологическими. Но вот ты же всегда хочешь, вот любая женщина, мне кажется, которая готовится стать мамой, она хочет, чтобы с ней рядом был врач, и тот врач, который осмотрит тот же ребенка. И в случае чего сможет сказать? Он должен срабатывать инстинкт в какое-то самосохранение, потому что ты хочешь, чтобы было безопасно. Так вот, получается, у нас вполне возможно, что роддомов первого уровня у нас не останется совсем, а будет, то есть второй уровень, где есть реанимация для мамы и реанимация новорожденных в Террасполе будет, единственная наша, которая нам без нее никак. Реанимация новорожденных, она у нас, как была одна, так и остается одна, одна единственная, и принимает всех недоношенных детей и всех детей, которые нуждаются в оказании реанимационной помощи. Эта реанимация находится в Республиканском центре матери-ребенка, и наши специалисты выезжают во все города и районы на реанимобили и везут, и транспортивают таких детей вместе с мамами в Республиканском центре матери-ребенка. Поэтому вот эта трехуровневая система, она показательна для нашей Республики, учитывая нашу транспортную доступность. Кристина Валерьевна, по поводу условий, в которых находятся пациенты в больницах, мы знаем, что не везде они соответствуют... Такие, как хотелось бы пациентам. Да, не такие, да, оставляют желать лучшего. Скажите, могут ли перемены грядущие изменить как-то ситуацию? Может быть, появится больше комфортных... Конфортных, да, в комплекс-центрах, и там будут достойные условия для всех? Всех пациентов, да. Оптимизация ориентирована в первую очередь на создание условий как для пациента, так и для медицинских работников. То есть не распыляться на все больницы, а как раз сделать несколько крупных центров и плюс больницы первого и второго уровня, где условия будут соответствовать санитарным требованиям, и это будут комфортные условия для пациента, это будут комфортные условия для медицинских работников. Кристина Валерьевна, я хочу поговорить о таком бытовом моменте. Многие, кто сейчас слышит слово оптимизация, все-таки переживают. Они понимают, что, например, из Дубасар своей жене супчик придется везти в рыбницу. Я вот когда этот пример приводила Наталье Васильевне Слепухе, она улыбнулась и сказала, что в роддоме уже такое хорошее питание, что никуда супчик везти не надо. Действительно ли сейчас питание, оно тоже выходит на первый уровень, потому что не нужно будет родственникам заботиться о том, переживать о том, как кушает родственник, который сейчас в больнице. Люди переживают. Наверное, уже два года питание или качество питания в лечебных учреждениях, это начиналось все с инфекционных госпиталей, на достаточно высоком уровне готовят и вкусно, и качественно. Вы проверяете это? Действительно, пациенты, я проверяла и не раз, и специалисты Министерства здравоохранения до сих пор осуществляют проверку качества приготовления питания и жалоб на качество питания. Сейчас они встречаются очень редко, эти жалобы. Я понимаю, что мы не можем учесть все пожелания наших пациентов, но есть нормы и требования к приготовлению питания, поэтому мы должны ориентироваться в первую очередь на это. Не нужно забывать, что это лечебное питание. Поэтому действительно я слышу от многих пациентов, от многих родственников, что сейчас мне нужно приносить что-то вкусненькое в больницу, потому что пациенты наедаются в условиях стационара. То есть есть все необходимое, и питание сейчас организовано таким образом, что в течение дня они питаются около 3-5 раз, в зависимости от стола диетического. Поэтому сейчас переживать, что нужно отвезти супчик или что-то еще вкусненькое, ну, я думаю, что не стоит. Вот в первую очередь оптимизация направленных питаний. В условии лучше позаботиться, да, чтобы хорошую помощь оказали в хорошем центре. И вот еще в заключение, наверное, разговора, если изменится ситуация, если понадобится снова развернуть, да, вот дополнительные эти койки, которые, понятно, сейчас Минздрав реагирует на ситуацию, да, получится ли это сделать вот на тех площадях, которые оптимизировали? Возможно, во время очередной вспышки ковида. У вас после двух лет ковид есть сомнения, что мы не сможем развернуть? У нас есть такая возможность, и были ситуации, были дни, когда мы разворачивали в течение 72 часов инфекционные госпитали. Были койки за 24 часа, которые мы перепрофилировали, и экспитализировали пациентов в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому опыт есть. Площади остаются, площади мы никуда, в принципе, пока не задействуем, нигде. Кровати тоже остаются, мягкий инвентарь есть. Самое главное, чтобы лечебное учреждение было оснащено оборудованием, были бы специалисты, и была в наличии медико-фармпродукция для оказания той или иной медицинской помощи. А развернуть койки – это самое простое. Ясно. Спасибо вам большое. С нами на связи была министр здравоохранения Кристина Албул. Это было «Экспертное мнение». Сразу после нас смотрите новости. Самое интересное за день в республике. Ну а завтра итоги недели подведет отражение. Не переключайтесь. До встречи.